Путаница со счетами за электроэнергию – одна из самых актуальных тем прошедшей недели. Только за два дня в дежурную службу губернатора по этому поводу поступило более 90 звонков. Для того, чтобы расставить все точки над «и», чиновники собрали пресс-конференцию. Электроэнергия теперь поставляется компанией «Ифэнерго». На первых порах действительно были допущены некоторые ошибки при расчете ОДН. Жители должны понимать саму схему. 20% от общедомового счетчика распределяется между собственниками пропорционально площади квартиры. Все, что больше 20%, должно быть пересчитано. Даже если вы не живете и ничего не потребляете в своей квартире, выключили, выехали, выключили все холодильники, лампочки, все, что там только было, вам все равно придет счет. Потому что ОДН распределяет пропорционально площадям, и вы будете платить не из-за того, что вы потребили, а из-за того, что вы совладели с общедомового имущества. Многие ивановцы считают, что за февралем пришло сразу две квитанции – от старого и нового поставщика электроэнергии. Чиновники убеждают, что это не так. Последние счета, которые Евгор Энергосбыт выставил в феврале, это был платеж январский. МРСК, в свою очередь, свои счета за февраль, как мы и говорим, выставил уже в марте месяце. И это именно электроэнергия, потребленная в феврале. Другая неразбериха с показателями, которые обозначены в новых квитанциях. Многие утверждают, что передавали совсем не те цифры бывшему поставщику Евгор Энергосбыту. Новая компания просто не получила базу и поэтому поставила средние показатели. Евгор Энергосбыт нам передала свою базу. Базу в том ракурсе, то есть по тем показаниям, по которым они выставили последние счета. Соответственно, Евгор Энергосбыт организовала сбор данных собственными силами, но по тем потребителям, по которым удалось собрать данные, были выставлены счета по среднему разночению. Представители Евгор Энергосбыт обращаются к ивановцам с просьбой оплатить новые квитанции. Потому что сейчас для новой компании очень важно получить показания всех счетчиков и сформировать собственную базу. Все необходимые корректировки будут выполнены уже в следующей квитанции. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.